Я – Орлята, я – Орлята Россия! Спортсмены – Калята помощники. Перед нами ребята, которые не боятся трудностей и вступают в отряд Орлята России. Юные первооткрыватели из 14-й школы готовы совершать добрые дела и открытия. Орлята – это помощники людям. Если кто-то упал, я помогаю всегда. Я помогаю в делах маме. И еще помогаю. Если она что-то забыла, найти помогаю. Рад, что меня посетили в Орлята России, но я еще в прошлом году участвовал в Орляте России. Помогаем людям, отправляем письма солдатам. Каждый Аленов должен знать гимн настоящих Орлят. И правда, ребята гордо исполнили гимн Орлят и получили в подарок от компании «Уралкалий» яркую форму. И теперь будут с гордостью носить пилотки и галстуки. Многие сравнивают данное движение с нашим, с движением пионерии. Любить Родину, поддерживать друзей, тянуться к знаниям, быть здоровыми, сильными, трудолюбивыми. Это на самом деле очень важно, получать такие знания и навыки с самых маленьких лет. И сегодня прозвучала легенда об Орле, о трудолюбии, о том, чтобы не бояться трудностей. Ведь все мы рано или поздно сталкиваемся с какими-то проблемами. И очень важно ребенку донести, что ничего, не бойся, мы рядом и ты справишься. Отмечу, Орлята России – это уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Он создает условия для воспитания патриотов своего отечества, людей отзывчивых, неравнодушных, стремящихся к знаниям. Участниками проекта становятся не только дети, но и их родители и педагоги. Это очень важное и знаменательное событие для нашей школы, потому что учащиеся начальных классов вступили в программу Орлята России. Эта программа очень популярна в нашей стране, она сейчас набирает обороты. Ребята проходят различные треки, после которых они получают интересные знания. В нашей школе с сентября месяца уже прошли акции «Письмо солдату», «Талисманы добра», и мы с ребятами проводили экологические акции. Один за всех и все за одного. С таким девизом юные орлята и полетят к вершинам знаний, творческим экспериментам и спортивным победам. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.